Ребят, я тут недавно покупал коллекцию от Совклаба, четыре игры. В нем прилагалось aim racing, aim racing, просто rip off, wipe out, воночки на жуках, там стрелять, летать, без графона вообще, графоны года до тысячного. Потом Deathstroke Resurrection, который я поначалу очень любил, когда играл на консолях, компьютерная версия это просто какой-то полный абзац. И еще, вот, Дайнобойщики третий, в принципе, это из-за этого я покупал эту коллекцию, потому что я играл во вторых Дайнобойщиков, это одна из моих первых любимых игр, наверное, и я очень хотел попробовать третий. Так вот, эти третий Дайнобойщики, мало то, что они, кстати, полные отвратительной субстанцией, так все вот эти игры тоже, кстати, полные отвратительной субстанцией, мягко говоря. И вот эта вот, тоже последняя игра, которая прилагалась, о которой сейчас речь сегодня пойдет, это, наверное, самая худшая гонка, которую я играл в своей жизни. И я ни разу не играл в ладерейсинг-клаб, так что с психикой у меня все в порядке, но вот на сегодняшний момент это худшая, не то чтобы гонка, это худшая игра, которую я играл. Я уважаю разработчиков, да, разработчики тем более очень хорошие, Gaijin Entertainment, которые сделали X-Blades, которые я обожаю, и Ил-2 Штурмовик, тоже офигенная игра, я играл на X-Boxе. Но эта игра вышла позже этих двух, и я не знаю, что именно случилось, с ними, может, кризис так повлиял, я не знаю, не будем об этом говорить. За игру я платил деньги, она в стиме, как видите, так что я имею полное право сказать свое мнение. Так вот, сейчас я на... Вот, встретил мозг. Вот, у меня не самый такой компьютер, а тут у меня подключен к телевизору, я сейчас играю просто с джойстика такого. Играю всякие там слэшеры, и в GTA сейчас играю с X-Roll. Так вот, у меня подключен к телевизору, то есть. Ну, компьютер подключен к телевизору, тут у меня вентилятор даже стоит, сейчас лето, жарко, он иногда его обдувает. Ну ладно, мой компьютер в нем 8-ядерный процессор от AMD, поэтому, в принципе, я его и охлаждаю вентилятором, потому что процессор разогревается как сумасшедший. 8 ГБ оперативки и видеокарта AMD Radeon 70-750 от Asus. То, что качественная видеокарта, дешевая, где-то я доллара 80 отдал за нее. Это очень хорошо. У меня Battlefield 3 идет на ультрах, максимум разрешений, 1080 пикселей. У меня 40 FPS выдает на ультрах. И Mera 6G выдает 60 FPS даже. Так вот это вот, смотрите, даже не Full HD на средних выдает иногда от 30 до 40 FPS. Даже от 20 до 40. Ну иногда там 50, очень редко 60, когда там ночью катаешься, ничего не видно, тогда он выдает 60. Ладно, обозряем сейчас эту игру. О, как будто на маке открыл. Первый раз заметил. Сейчас расскажу, что же мне в этой игре, мягко говоря, не понравилось. Мда. Ну ладно, я бы с удовольствием продолжал бы говорить о железе, а давайте все-таки перейдем к самой игре. В меню играет какой-то дичайший клубняк просто. Такой же саундтрек бы использовал Стивен Норрингтон в фильме Blade. Ну, если бы тот, конечно, был бы искусный разработчик видеоигр. Ладно, создаем новый профиль. Назовем как-нибудь по-пацански так. Ладно. Ой, мультиплеер есть. Тернель? Блин, еще регистрироваться надо. Ну кто в это мультиплеер играет? Я не знаю, может. Только если те, кого ГТА 5 не пошло на компьютере. Ладно, вот заставочка. Разрешение 20 на 20. Как будто, знаешь, в 2007 были вот цветные телефоны Sony Ericsson, и вот они вот на этот телефон сняли с монитора свое произведение искусства. Блин. К тому же на экране происходит какая-то полная хинея, я ничего не понимаю. Кто-то стреляет, в кого стреляют, в какие-то субтитры, вообще ни о чем. Я не понимаю, какой там металл, сейчас рэп крает. Рэп с фрил, фрил, ройалти сайтов скачанных, как бы. Это наш главный герой, я так понял. Какая-то симпатичная девчушка, так как в андеграунде втором, помните? Там была, тоже вам давала подсказки, там и все. Блин, я не понял, зачем субтитры комиксу вставлять, я не понял. Для глухих что ли? Блин, что за ересь? Нет. К тому же, они ничего не говорят, просто дикий мазон как-то играет. Я не понимаю. Хэви Рейн. Хэллоу, Гайка. Гайка, я надеюсь, Дисней их не засудит за копирайт персонажа. Да. Ладно. Блин, зачем сюжет в гонках? Я вообще не понимаю. Ну да, там были Need for Speed Undercover, Need for Speed The Run, такие прикольные гоночки. Но, блин, эту игру они делали на коленке. И они не смогут пригласить каких-нибудь актеров хороших, там, Мэгги Кью или просто профессиональных актеров для озвучки. Концентрируйтесь на самом геймплее и сделайте там физику хорошую, я не знаю, больше гонок, всего там. Зачем напрягаться так напрасно? Ладно, давайте уже смотреть саму игру. Во-первых, что я, на что я вообще вожу? Где копейки, где Жигули? Как это, смотри, китайская поделка Субару. Вот Субару, Супры. Блин, езжай, езжай. Блин, что за хрень? Езжай. Это тренде. Я застрял вначале, я не знаю, я застрял вначале, я не мог ехать. Я не знаю. Я просто не мог ехать. Блин, что-то, что происходит? Камеру менять еще можно. Ну ладно. Ладно, физика и получше, чем Watch Dogs. Это, это видно, это видно, хорошо. Даже графон лучше, чем Watch Dogs. но как-то неприятно все-таки водить тут. Да, я играю с клавиатурой, с джойстикой, вот сейчас именно. Потому что джойстик мой, по-моему, не работает с этой игрой. Да и руля у меня нет. Но я Грит и Бурнат Парадайз играл на клавиатуре и со стрелочками. Давно еще и мне было удобно водить, приятно. Но тут я не понимаю, как так можно вообще? Это невозможно. Полный абзац. Так, так я не понял. Так, так, вы видели это? Что за хрень? Мне дают очки за то, что я врезаюсь в автомобиль. Не, смотрите, смотрите. Не, мне только что давали очки. 10 очков дали только что. Вот, 22 очка мне дали за... Смотрите, мне дают очки за то, что я врезаюсь в машины. Ладно, в Бурнаут там были мини-игры такие, надо как можно больше машин сбить там, врезаться как можно больше машин. Там интересно было, там же система повреждения просто офигенная. И было интересно играть. как бы... Был какой-то... Сложно было всё это. Но тут... Тут ещё и очки дают за то, что не врезаешься в автомобиль. Блин. Что вы хотите, чтобы я врезался и чтобы не врезался? Просто тупо надо ехать в этой игре, я так понял. Вау! Это... О, Лиас! Офигеть! Надеюсь, у разработчиков есть лицензия на марку Лиаса. Точно сосудят, нахрен! Хотя там текстура 10... 1 на 1 пиксель. Так что, думаю, Лиас не узнает свой автобус. Мда... Куда ехать-то? Не понимаю. Тут, конечно, есть радары, но, блин, непонятно. Над мостом, под мостом, на мосту, куда ехать? Так понял, на мост ехать? Ну, нету... Показали бы стрелочки какие-нибудь или линию бы провели по радару, а так... Я третий, думаю, да. И мне 7 очков дали ещё. Остальным по 10. Не-не, я не выбирал уровень сложности. Тут, по-моему, нельзя выбирать. Ну, блин... Как? Тут нету челленджа никакого. Просто тупо и запустил игру и всё, ты победил. You win. Блин, надо выключить это радио, потому что полный трындец. Трэнс Найт. Нет, нет, не надо трэнс Найт. Это ещё хуже. Это музыка скачанная с ресурсов бесплатных. Да. Нет, нет, не надо. Давайте выключим. Где вот этот вот Эрон Дон Дон, Райдерзон Зе Сторм, вот где вот эти все музыки... Я в Нетфоспид, честно, я в Нетфоспид играл только ради музыки. Вот ради музыки и ради тюнинга только. У меня вообще там было пофиг на то, что там много машин есть, о, там кататься, вау. Не, я тупо включал и тюнинговал машины как бы там и катался там, не знаю, минут 10 покатаюсь и подрифтанул, а потом опять в гараже и настраивал машины. Так, тут... Не знаю, тут тюнинг еще есть, сейчас проверим. Он недалеко тут сейчас... О, подождите, подождите, сейчас попробуем сбить пешехода. Как раз Кармагеддон вышел недавно новый. О! Может, те, у кого Кармагеддон не пошел наслаждаться... Насл... Насладятся жестокостью и кровищей тут. Нет, видимо, они насладятся. Блин, ну, ребят, это уровень первого драйвера. Не, реально. К тому же, драйвер первый. Да, там графон был не актив... Не, по-моему, даже лучше графон был. Но физика там уж точно лучше была. И играть было просто офигенно. И сюжет там был интересный, и озвучка там на английском. Уф, офигенно было. Просто какой-то фильм, знаешь, зашел, и вот в фильм про полицейских играешь. Нихрена тут темно. Вау. Ликвидация одежды. Текстура 10 на 10. Да. Я не любил ночи в GTA, потому что я находился, что они достаточно темные, какие-то они серые были. вообще... тут перебор полный. У-у-у-у, ё-моё, ребят, ребят, Иисус, Иисус спустился на землю. О-о-о-о, вот это блю-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. начало, ай, ой, очки дают мне за то, что я во всех врезаюсь, ребят, я знаю, игра есть, блур называется, там тоже и такой маленький, там, о, блин, как темно, о, блин, и опять темно, и отражения от фар, по-моему, нету, фары, о, о, и опять Иисус, и опять отражения, так вот, блур и игра, там тоже очень много блюма, игра, блюр, блюм, не знаю, но как-то приятненько так было, а тут неприятно все скачет, то темно, то блюр, то, ох, ладно, давайте потюнингуем нашу машинку, как в андеграунде, потому что тоже супра, в первом андеграунде тоже супра была там машинка, вот наше ведро, давайте, сейчас клейка будет, и я покажу, как там в конце будет машинка, ну вот, красота, вот можно так в андеграунде делать? Неа, нельзя, блин, напоминает одного персонажа из фильма Tokyo Gore Police, ладно, кто знает, тот поймет, вау, 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 это полный трындец, ребят, ладно, я знаю, полную хинею сделал, но давайте погоняем, может, может, лучше будет перформировать машинка? О, день, интересно, ладно, поехали, 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 опять застрял, не, я говорю, опять застрял, что это, это компьютер мухлюет, он меня специально в начале буксирует, как бы, ни хрена себе, Carmageddon, и что за стрелки? Wrong way, почему wrong way? Вау, flat out, это flat out, третий, причем, не второй, который мы все любим, и не HD ремейк Ultimate Carnage, это третий flat out, не знаю, вау, кстати, графон не такой уж-то и плохой, небо вроде красивенькое такое, ладно, я второй пришел, я второй пришел, вау, не думаю, но я продул опять, но все равно деньги дали, ладно, давайте попробуем, я слышал, здесь можно тачки купить, давайте попробуем, ладно, вот магазин тут есть, есть пара тачек, конечно, что эти, это купим, да, просто китайские подделки какие-то, просто, кстати, графон не такой уж и плохой, я не знаю, мне он начинает нравиться, днем вроде как-то не так плохо, да, он там 25 FPS, конечно, выдает, но, ну, не знаю, небо вроде неплохое, ну, только яркое, наверное, слишком. Ладно, давайте последняя гонка, и я вынесу вердикт. Так, поехали. О! Э, вы видите это? Я не застрял в начале. Э, эта игра начинает мне нравиться, я не знаю, не, серьезно. Что сказать? Что сказать? Управление, конечно, это полный трындец, я уже говорил. Эх, это невозможно. Да, конечно, может быть, можно с руля играть в это, как-нибудь. Или с джойстикой. Может быть, может быть, быть удобнее, хотя даже у Watch Dogs было невозможно играть с джойстиком. Э, ну, то, ни хрена себе, у меня первый раз такое в какой-либо игре происходит. Ну, то, Кормак Дянь, по-моему, было. Очень редко происходит. Ну, ладно. Ну, кто будет заморачиваться, устанавливать драйвера и все, скачет там? Ни хрена себе. Вы видели этот взрыв? Вау. Вот это взрыв. Вот это физика. Блин, блядь. Ладно. Ну, кто будет заморачиваться, устанавливать там драйвера на руле, на все, настраивать рули? Блин, хрена себе. Ладно. Лучше уж поиграть в старенький добрый андеграунд. У меня он с рулем шел еще давно. Было удобно играть. Графон там, даже получше графон, чем вот в этом вот. Блин, мы тут строили полный Mad Max. Где полиция вообще? Я не понимаю. Вот представьте, американец купит эту игру. Какой-нибудь... Вот я, я американец и, как бы, технически я американец. И я купил эту игру в Стиме за 10 долларов. Но за 10 долларов купил сборник. Представляете, кто-нибудь тоже купил ради дальнобойщиков третий? Знаете, они же любят эти все симуляторы. Он поиграет в это и скажет, Блин, поеду-ка я в Москву. Там интересно все. Полиции нет, гоняешь. Всем пофиг. Езжай уже. Скорость, как будто недостаточно, он разгоняется. Такое ощущение. Ладно, сейчас приедем. Вроде я эту гонку выиграю. Должен, по идее. Но управление неудобное, сразу говорю. Это нельзя словами передать. Вкус ананаса на слух, как говорится. Ладно, вынесу-ка я вердикт все-таки. Пора закругляться. Что я могу сказать? Игра, конечно, лучшая Lada Racing Club. Как я говорил, я не играл в Lada Racing Club. Но если смотреть видео-обзоры и видео, как бы все, то это получше Lada Racing Club. Но быть лучше чего-то, что не очень хорошее, это не достижение. Да, разработчики где-то постарались. Здесь вроде сделали открытый мир. Автомобили такие, да, китайские подделки, но они качественно выглядят вроде. Я видел и похуже. Но плохая ли игра в общем? Да, очень. Неиграбельно, неоптимизировано. Саундтрек-то просто ужас. Графика на уровне 2000 года или 1001. А сама игра уже в 2010. Да, у разработчиков Gage and Entertainment хорошая репутация. Я как говорил, я обожаю X-Blades и L2 Штурмовик. Но эти игры вышли раньше, вот этого вот. И они куда приличнее выглядели, куда интереснее. Отечественный разработчик может, когда хочет. Есть очень хорошие отечественные игры. Но тут он, видимо, не хотел. Не знаю, зачем было вообще делать эту игру, зачем было портить репутацию, я не знаю. Ладно, в общем, просто я скажу, что играйте во что хотите, во что наслаждайтесь играть. Но всё-таки старайтесь тратить деньги с умом. Я эту ошибку уже сделал, и я не желаю, чтобы кто-то делал такую же ошибку. С вами был Канадец. Специально для Галдятины. На сегодня всё. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!